Телеканал КРТ представляет 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 Ничего не происходит, дезинфекция не происходит. Эшерихия колия, если говорили, самая безопасная палочка, которая живет во всех водах мира, она мутирует и становится агрессивной в хлорированной воде. Еще более. В свое время я пытался расшифровать геном, вот этой эшерихии колии. Ну, нормально, она вообще безупречна. Ее кушать можно, она просто живет везде. Она так и называется. Эшерихия колия. Это бактерия, которая в воде живет. Да, в воде и должна микрофлора жить. И бактерии все. Это симбиоз жизни. Абсолютно чистая вода, дистиллированная, и в ней тоже заводится микрофлора. Мы дети природы. И мы должны понимать, что стерилизовать ничего вокруг не надо. А единственное соединение, которое Богом не создано, это газообразный хлор. Это творение рук человечества, плохого человечества. А на основе хлора созданы самые сильные яды и яды химиката. Зарин, заман и вся группа вот этих супертоксичных соединений. И вот этим хлором обрабатывают воду, предполагая, что дезинфицируют. Я скажу вам, чтобы не было всем слушателям понятно. В свое время был такой очень знаменитый микробиолог немецкий Эрих Кох. 200 лет тому назад. Палочка Коха. Вот всем известно. Тогда гуляла по Европе чума и холера. Я долгое время был в Европе. Почти во всех столицах мира вы увидите памятники то ли чуме, то ли умершим от чумы или от холеры. От чумы и холеры. Почти поголовно умирало все население. Вот он тогда предложил использовать хлор для дезинфекции от чумы и холеры. Уже 200 лет нет ни чумы, ни холеры. Продолжают в воду сыпать хлор. Что образуется? Хлор органически очень токсичное соединение. И если тогда онкологией болели единицы на планете, то сегодня нет ни одного человека, у которого бы не было онкологических преобразований в клетки. Потому что онкология напрямую связана с хлором. Она провоцирует образование онкологических клеток. Я не могу переломить мир. Потому что весь мир сегодня стал бизнесовым. Либо, как сказать, в углу поставлены только деньги. Прибыли деньги. В советском государстве было гигантское преимущество, что не деньги были главные, а интеллект человека, а его способность творить новое. Сегодня это качество потеряли не только мы. Я сейчас говорю о нашем поколении, которое уже уходит, к сожалению. А после нас остаются, ну, не учи. Не хотят учиться и некому учиться. Мы детей потеряли, они почти все уехали. Вот. И вообще, будущее нашей украинской науки сегодня, это была мощнейшая академия, вот в рамках союзной академии. Я говорю, на первом месте, конечно, бессловно, была российская академия. И параллельно, рядом с ней стояла украинская академия. Почему самые мощные и военные, и гражданские предприятия строились на территории Украины? И благодатная земля, и талантливые люди. Я говорю сейчас не о национальности. Когда я говорю русская наука, я имею в виду советскую, многонациональную. Вот я издаю журнал «Химия и технология воды». Он один в мире, который занимается вопросами освещения состояния водных ресурсов. У меня пишут, я называю мой журнал, не совсем корректно, но пусть меня правильно поймут. Я главный редактор этого журнала со дня почти его основания. Более 50 ученых, 50 стран мира направляют свои публикации ко мне. В том числе из России. Россия, Белоруссия, Казахстан. Я академик Казахской академии наук и Молдавской академии наук.